Счастливая пара, недавно купившая новый дом, вскоре обнаруживает, что происходит что-то странное, благодаря необычному поведению их собаки. По мере того, как собака становится все более защитницей и ревницей, женщина начинает чувствовать, что никогда не бывает одна в доме, даже когда мужа нет дома. Вскоре они понимают, что здесь замешано нечто гораздо более зловещее, и когда муж звонит в полицию, он обнаруживает ужасающую правду, которую они совсем не ожидали найти в своем новом доме. История, которую я расскажу сегодня, происходит в Вирджини, США. Речь идет о семье стюартов, которые жили в недавно купленном доме на западе штата. Джилл вместе с мужем Райаном и их преданной собакой Дога составляли счастливую семью. Каждый день супруги по очереди выгуливали собаку и дарили ей немного ласки, которой она заслуживала. Однако в апреле прошлого года они начали замечать, что собака начинает вести себя странно, у нее пропал аппетит, и она казалась более беспокойной, чем обычно. Решив, что это может быть болезнь, они отвели любимую собаку к ветеринару, чтобы тот ее осмотрел. Но после обследования ветеринар не нашел ничего ненормального и вернул собаку домой. Пара была в замешательстве, не понимая, что происходит с их питомцем. Раз ответа у ветеринара они не получили, то решили, что, возможно, переезд в новый дом вызвал стресс и проблемы с адаптацией, кроме того, они заметили, что собака больше не хочет гулять и играть с ними, как раньше. Со временем все стало только хуже, Дога не улучшалась, казалось, она приходит в упадок. Помимо отказа от прогулок, она стала проводить ночью без сна и стоять у двери спальни хозяев, чтобы наблюдать за ними, особенно за женой. Райан не обратил на это внимание до второй ночи, когда понял, что питомец две ночи подряд совсем не спал. Долго верный друг Стюартов начала проявлять все более странное и тревожное поведение. Дело было не только в отказе от еды и сна, собака, казалось, была одержима защитой Джилл, жены Райана. То, как Дога пристально смотрела на нее во сне, не отводя взгляда ни на секунду, было действительно беспокоящим. Стерт и пытались найти логичное объяснение поведению питомца, но находили только еще больше вопросов без ответов. Почему Дога была настолько озабочена Джилл, было ли в доме что-то, что ее беспокоило, возможно, какой-то злоумышленник шатался по округе. Со временем ситуация только ухудшалась, Дога отказывалась оставлять Джилл одну, и если той нужно было куда-то уйти, собака становилась крайне тревожной, отчаянно лая и было, будто зная, что в ее отсутствии случится что-то плохое. Райан и Джилл чувствовали себя все более некомфортно и испуганно из-за поведения Дога, но не знали, что делать. Им следовало отвезти собаку обратно к ветеринару, установить дома камеры видеонаблюдения. Они были по-настоящему встревожены. Странное поведение собаки только усиливалось, держа их в постоянном напряжении. Недосыпание и стресс были заметны на их лицах, поскольку беспокойство овладевало ими, они не знали, как реагировать на происходящее, а отсутствие ответов только усиливало отчаяние. Они искали в интернете, спрашивали соседей и друзей, но никто, казалось, не мог объяснить, что творится с их любимой собакой. Но самое странное произошло через две недели после появления первых симптомов у Дога. Пара начала слышит странные звуки на втором этаже дома, прямо над их спальней, будто что-то постоянно скребла стены. Но это было не все, они также начали слышать шаги наверху. Ситуация стала озадачивающей, поскольку второй этаж был необитаемым пространством, незнакомым для них. Они только что получили дубликат ключа двери на втором этаже, так как никогда там не бывали. Тот, кто продал им дом, сказал, что на втором этаже только старая мебель и вещи предыдущих хозяев, поэтому они до сих пор не проявляли к нему интереса. Вскоре поведение собаки стало еще более интенсивным. Однажды ночью в субботу она одновременно лаяла и скулила, чем разбудила Райана и Джилл. Они поняли, что собака предупреждает об еще одном человеке в доме. Вероятность того, что это животное, отпала, когда шаги наверху становились все громче и настойчивее. В отчаянии, в полночь субботы, посреди ночи, в загородном доме, без кого-либо поблизости, кому можно было бы обратиться за помощью, они сделали единственное, что могли, позвонили в полицию, та прибыла минут через 15. Полицейские задали Джиллу и Райану множество вопросов, на которые те быстро ответили, рассказав о поведении собаки и о том, что слышали наверху. Полиция сразу направилась на второй этаж и выбила дверь. Обнаруженное потрясло их, полицейские вскоре нашли доказательства того, что кто-то долгое время там обитал. Остатки еды выдали их. В тот момент никого не было, возможно, шум полиции предупредил их, и они сбежали до того, как их нашли. Ситуация была тревожной, поскольку вскоре выяснилось, что речь шла о группе людей, незаконно проживавших на втором этаже дома. Полиция проследила их след и выяснила, что они были частью опасной преступной банды, которая не только заселялась в заброшенные дома, но и грабила место, связывая жильцов, чтобы те не могли вызвать полицию, пока бандиты забирали все ценности. Очень вероятно, что эта группа, жившая в доме стюартов без их ведома, ждала подходящего момента, чтобы сделать свой ход. Джилл была охвачена страхом и недоверием, услышав эти новости. Как они могли быть настолько наивными, чтобы не заметить, что в их доме неделями творилось что-то неладное. Их собака беспрерывно лаяла, пытаясь предупредить об опасности на втором этаже, но они проигнорировали это. Страх овладел ими, и они не могли вынести мысли о возвращении в этот дом после случившегося. Им казалось, что за ними постоянно кто-то следит, их конфиденциальность и спокойствие были попраны. Они могли только надеяться, что полиции удастся поймать этих преступников, пока не стало слишком поздно. И тогда полиция приступила к преследованию этой опасной банды. Полицейские знали, что эти злоумышленники обычные воры, гробящие дома, поэтому их будет несложно поймать в ловушку. Чтобы схватить банду, полиция решила использовать дом стюартов как приманку и разместить нескольких агентов в гражданском в близлежащем лесу, чтобы те оставались незамеченными. Они знали, что если оставить дом без охраны, воры вскоре вернутся. И в самом деле, через два дня банда вернулась, на этот раз более осторожная и замаскированная. Они убедились, что в доме никого нет, выглядывая по его краям, не заметив никого, они с триумфом вошли грабить все, что могли. И тут первый воров вошел в дом и понял, что дверь не заперта, а сзади дом окружен полицейскими, которые подъехали на фургонах, готовые к рейду. Начальник полиции подъехал на машине и схватил шестерых преступников сразу, некоторые попытались сбежать, другие сдались и ждали, когда их закуют. Джилл и Райан, которые все это время жили во временном жилье, наконец-то смогли с облегчением вздохнуть, увидев, что преступники за решеткой и больше не представляют угрозы. Помощь полиции была ключевой, чтобы эта пара смогла вернуть себе безопасность и спокойствие. Но, конечно, нельзя преуменьшать заслуги настоящего героя этой истории, Дога, которая благодаря своим собачьим инстинктам с самого начала поняла, что ее семья угрожает опасность, и пыталась защитить их как могла. Еще один пример того, на что способна собака ради своей семьи. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то поддержите его, пожалуйста, лайком и подпишитесь на наш канал. У нас много интересных историй про животных.